Весна 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 В результате Эти две Глобальные проблемы Порождают Пять конкретных ошибок Мы их потом Чуть-чуть позже Прочислим Перечислим И мы попробуем Вернее не попробуем А я вам точно покажу Каким способом Мы эти задачи будем решать Следующая задача Возникает вопрос Мы идентифицировали Две проблемы Мы идентифицировали Пять причин Пять ошибок Которые рождают Причины этих проблем Тогда нам нужно найти ключи Ключ к решению этих задач И у нас появится инструмент Который позволит нам решить Это управление Основанное на ценности Почему так важно То что я говорю Потому что все спикеры Которые здесь были Они все говорили Что да Планы это верно Да Система распоряжения И дачи поручений И исполнения Очень важна Трудовая дисциплина Очень важна Система стимулирования По результату планов Очень важна Но Люди начинают работать И выполнять планы В большинстве случаев Тогда Когда атмосфера Внутри компании Соответствуют тому Что в них есть Это наши ценности Мы сегодня Чуть попозже Подойдем к понятию Этих ценностей Раскроем понятие Глубины Ведь на самом деле У нас есть Два направления В отношении наших ценностей Ценности Это то что нам больше всего нравится Вы знаете Я вчера проводил интервью С одной невероятно Интересной девушкой Она серийный предприниматель Она занимается Продвижением Женского предпринимательства Так вот Она сказала Для нее Очень важно Испытывать состояние радости Вот состояние радости Это есть Одна из наших Глубинных ценностей Поэтому Наши ценности Двигают нас к тому Что мы очень всего хотим Они дают нам энергию Мы движемся Потому что мы хотим Этим обладать И вторая ситуация Мы пытаемся Избегать Той ситуации Которая нам неприятно Для того чтобы Идентифицировать А что же является Для вас раздражителем На самом деле Это очень просто Каждый из нас Переживает раздражение Каждый из нас Тем более Руководители высшего звена Акционеры Собственники Генеральные директора Они чувствуют Что где-то в компании Что-то не так В эту секунду Остановитесь Вам простой инструмент Называется проблема Если вы почувствовали Что что-то не так Постарайтесь Идентифицировать проблему Да Как ни странно Инструменты В голове не работают Безусловно Можно размышлять Но я рекомендую Вам использовать Очень простые инструменты Это листок бумаги И ручка Это оптимальные Со времен Я не знаю Древних китайцев Придуманный папирус Который помогает нам Создать некую картинку Создать силовое поле Этой проблемы Итак Когда вас вдруг Что-то затревожило И вы почувствовали проблему Идентифицируйте ее Не просто Это плохо работает Что конкретно Вам не нравится Дойдите до глубины Докопайте эту ситуацию Второе Какие факты у вас есть Подтверждающие Что проблема существует Третье Как бы вы видели Себе Систему Когда работала Без проблемы И четвертое Кто ответственен за ее решение Какие действия надо предпринять И какие сроки Вот простой очень инструмент Итак мы движемся дальше Система управления Основанная ценность Подойдем к ситуации Внутри компании Главный вопрос Который каждый себе Собственник должен задать Который каждый генеральный директор Должен задать себе Он заключается в следующем Как сделать так Чтобы компания была прибыльной Ведь прибыль Это то ради чего Компания создается В каждом уставе записано Создание Компании В целях Получения прибыли Даже не коммерческие Организации Даже благотворительные Компании Все равно Должны иметь Прибавочный продукт Для того чтобы Обеспечивать Своё собственное Существование Итак Прибыль Бизнес должен быть прибыльный Именно этому Способствует Решение Которое мы сегодня Будем говорить Но и в первую очередь Ему и мешают Вот эти две Глобальные проблемы Когда менеджмент Неэффективно Занимается управлением То есть отсутствует Система управления И когда сотрудники Неэффективно Исполняют свои обязанности То есть не берут Ответственность на себя Не разделяют Ценности Задачи Цели Компании Со своей жизнью Для них это получается Просто отработка Они сдали как бы себя В аренду Пришли на работу Отработали и ушли Так вот Мне очень хочется Чтобы каждый из ваших людей Вообще на самом деле Если вы руководитель Если вы собственник Я вам даю еще Сегодня знаете Будет такое утро Рабочих инструментов Три вопроса Первый вопрос Когда вы встречаете Любого сотрудника Любого человека Работающего в вашей компании Задайте им вопрос Как результат работы Ваш Отражается на результате Работы в компании Постарайтесь сделать это Внезапно Люди начинают задумываться А как же его результат Влияет на результат работы Компании Второе Какие самые главные задачи Перед ним стоят В течение этого Короткого периода времени Например месяца И третье Как часто Руководитель этого сотрудника Давал ему обратную связь О выполнении О результатах И вообще Об эффективности его работы Используйте эти три вопроса Встречайте работника Любого уровня Если вы собственник Спросите сегодня Генерального директора Если вы генеральный директор Спросите своих замов Если вы предуправление банка Вызовите своих зампредов Которые немного расслабились И просто задайте им этот вопрос А что конкретно Сегодня вы Сделали для того Чтобы мы достигли цели Нашей компании Отлично Движемся дальше Итак Как исправить эти ошибки Неэффективный менеджмент И неэффективная работа сотрудников Самое главное Что мы с вами сейчас Поднем к ключу Но Вы понимаете Состояем Мы люди Я всегда на своих тренингах Когда разговариваю С руководителями Мы обсуждаем следующее Люди это не роботы Нам бы очень хотелось В прекрасном фильме Приключения электроника Как сказал Ури Нажми у него кнопку Где эта кнопка Нет этой кнопки Кнопка для того Чтобы работать с человеком Человек должен быть удовлетворен А. Ситуацией Б. Рабочим местом С. Запоставленной задачей И так далее И так далее И так далее Вспоминаем пирамиду Маслоу Где мы находимся Нижний уровень Средний уровень И верхний уровень Так вот Вы как генеральный директор Или собственник Я в первую очередь Обращаюсь к вам Или к вам как руководители Когда вы почувствовали Что в очередной раз Поставленные вами задачи Не выполняются Все сроки Давным-давно прошли А если вы акционер То очередной Генеральный директор Или очередной руководитель Не справился Со своими задачами И с полномочиями Руководители приходят К вам и жалуются Вы знаете У нас очень плохие люди Они не мотивированы Они ищут Более высокую зарплату Они хотят двигаться Куда-то дальше Но вас это Вы слышите это постоянно Сотрудники Действительно Переманятся деньгами В результате Что получается Они все наваливают На вас кучу проблем Вы ее решаете И вы по сути Становитесь главным Исполняющим лицом А что же делает Ваш персонал Вы знаете Совсем недавно Ко мне позвонили Из одной крупной Российской Строительной компании Где ситуация Примерно такая Но мне очень приятно Что собственник Захотел поговорить На эту тему И он задал вопросы А что мне делать Чтобы мои люди Почувствовали ответственность И вот мы переходим К самому главному Задача Вернуть бизнесу Прибыль Через эффективную Систему управления Через вовлечение Сотрудников В создание Некой эко-среды В которых сотрудники И были бы Чувствовали себя Ответственными Итак Причиной Пяти проблем Которые у нас Являются Пяти ошибок управления На слайде Номер десять Являются Стратегическая ошибка Системная ошибка Ошибка в области Управления персонала Процессная ошибка И проблема Личного развития Давайте сейчас Мы пройдемся По этим проблемам И рассмотрим их Каждый в отдельности Собственно говоря Что же является Источниками проблем Причем об этом Нам говорили Все спикеры Которые находились Здесь В нашей студии Итак Проблема Или ошибка Номер один Системы управления Она называется Стратегическая Что это значит Что источником Этой ошибки Являются следующие элементы Отсутствие стратегической цели Давайте еще раз Вернемся к вопросу Мы часто слышим Слово Стратегия Стратегический план Стратегическая цель У меня есть стратегия У меня нет стратегии Чтобы все было понятно И мы поставили все По полочкам У нас Есть цель Если цель Отнесена дальше Чем на 3-5 лет Это стратегическая цель Как приблизиться К стратегической цели Краткое описание Возможных действий Трансформации Компании Или развития рынков Это есть стратегия Это пол Пол страницы А4 Я кстати часто встречаю Консалтинговые компании Которые делают Стратегии На 100 листах Кстати Когда будучи Председателем управления банка Мы защищали Стратегию В центральном банке Это действительно Понимаете Вот примерно Вот такой талмуд Из писанной бумаги Которые никогда Ни в одном банке Практически не реализованы Я не говорю уже про компании Так вот Стратегия Должна быть написана На пол листа А4 На максимум На лист А4 И как вы думаете Кто это должен сделать Стратегию Пишет собственник Стратегию Пишет собственник Генеральным директором Или Стратегию Пишет собственник Генеральным директором И топ менеджментом В процессе стратегических сессий И я был примером тому Как рождались Такие стратегии В процессе проведенных Мной стратегических сессий Итак Итак, стратегическая цель – то, где должна оказаться компания. Мало того, что она есть в вашей голове, все HR-директора, которые находились здесь, они нам рассказывали, что большую часть времени собственника, они договариваются с ним для того, чтобы он транслировал свое понимание, куда идет компания, для того, чтобы он передавал свое видение, куда идет компания, рассказывая о стратегической цели своим топ-менеджерам, обучая своих топ-менеджеров рассказывать своим руководителям, обучая топ-менеджера, обучая своих руководителей, рассказывать своим подчиненным, таким образом получая каскадирующую систему передачи информации вниз. Следующая задача – стратегия. Большинство людей не понимают, куда идет компания. Даже если в идеальном случае проведите эксперимент, вот еще, сегодня еще один куча инструментов, проведите эксперимент, идя мимо по коридору своей компании, остановите любого сотрудника и спросите, а в чем стратегия нашей компании? Спросите трех людей, а еще лучше проведите следующий эксперимент. Если у вас есть топ-менеджер, там 3-5 коммерческий, финансовый, главный бухгалтер и так далее, пригласите их по одному к себе в кабинет и дайте им задание, чтобы каждый, который останется в вашем кабинете, молчал и слушал, что говорит следующий вошедший. Итак, приходит первый вопрос. Уважаемый коммерческий директор, какая стратегия нашей компании? Какие наши стратегические цели на 3-5 лет? Какие основные показатели нашей деятельности? Такие и такие. Можете добавить, а в чем предназначение нашей компании? В чем лично ваша роль? Отлично. Он сказал, вы его посадили в сторонку, зовете следующего. Следующий заходит, вы ему задаете те же самые вопросы, а коммерческий слушает. Когда они все прослушают друг друга и когда они все услышат, что каждый из них понимает по-разному, во-первых, это будет вам отличный урок показать, что действительно у них понятия у всех разные, а второе, это даст им возможность провести такой же эксперимент, а самое главное добиться результатов в своих подразделениях, чтобы информация проходила от одной стороны в другую two-way communication, снизу вверх и сверху вниз. То есть сотрудник понимал, что такое стратегическая цель и стратегия компании. Следующее. В 99% компаниях на сайте указаны так или иначе какие-то ценности, но никто, я уверяю вас, я перед тем, как идти на тренинг, в какую-то компанию распечатываю с их сайта ценности, мы с ними работаем, они вырабатывают ценности, говорят, как классно, как круто, у нас теперь появились ценности, а я им говорю, ребята, так они у вас есть. Как есть. Вот они, почитайте на сайте на вашем. 100% компаний, вот официально заявляю, 100% компаний, которые придумали и написали ценности на сайте, дальше ничего не делают для того, чтобы эти ценности реально попали в вашу жизнь. И ваша задача, задать себе вопрос, а если я эти ценности придумал, то зачем они мне? И все следующие наши разговоры будут посвящены о том, как нам построить систему управления компанией, основываясь на общих ценностях с сотрудниками. Ведь самое главное, надо дать сотруднику почувствовать элемент причастности к компании. Дав ему этот элемент причастности, вы почувствуете. То есть, по сути, ведь смотрите, ваши сотрудники, они являются со-авторами вашей компании, со-владельцами. Почему? Первое. Они принимают участие в принятии решений. Это значит со-управление. Они принимают участие в со-развитии компании. Они создают и планы развития. Они принимают участие в делении прибыли компании. Ведь вы им платите деньги. Так вот, движемся дальше. Следующее. Я не говорю о миссии, потому что 99% компаний, либо она есть, либо она не существует. Но миссия это важнейшая вещь. Я недавно совсем прочел очень интересную миссию Римской империи. Развивать цивилизацию в мире. Понимаете? Казалось бы, мы все относимся к тому, что Римская империя была завоевателем, а у нее была великая миссия нести цивилизацию в мир. И еще один пример из истории. Мы недавно с Егором, с моим сыном вернулись из Греции, где он снимал свое видео для своего канала про Парфенон, про Акрополь. Так вот, нам рассказали историю о том, что есть один построенный виадук. Это древнеримское строение, которое служило задачам водопровода и канализации, который стоит уже несколько веков. То есть, по сути, если бы был построен примерно в первом веке до нашей эры, где-то сколько, в сотом году до нашей эры, то сейчас уже 21 век. Получается 22, 22 века. А написано о нем архитектором. Строить на века. Вот это классная миссия. Если миссия у вас, вы подумайте, задайте себе вопрос. Само собой, я не говорю дальше о видении, хотя видение – это тоже источник проблем. Если вы четко не понимаете, куда должна прийти компания, вы, как собственник, как директор, как руководитель, тогда как могут ваши сотрудники понимать? Я хочу вам вот еще о чем сказать, что все это – это не просто слова. Однажды, когда я выступал перед выпускниками DBA, MBA, DBA, да, все правильно, не Master of Business Administration, а Doctor of Business Administration, у нас произошла очень жесткая дискуссия. Мы сказали, ребята, миссия видения – это все ерунда, она не работает. И тогда, когда мы поняли, вернее, когда я просто открыл глаза, что это инструмент управления людьми, инструмент управления, воздействия на человека. Мы с вами менеджеры, и все более и больше мы отходим от Фредерика Тейлора, который создал принципы научного менеджмента, и от Генри Форда, когда система мотивации, у него была охранник с палкой, стоял, который бил по спине сотруднику, который стоял на конвейере. Сейчас наша задача – достучаться до человека. Я уже не говорю о поколениях Y, X, Y, Z. Это все вообще отдельные темы, которые требуют отдельного разговора. Но если мы с вами сможем зайти во внутренний мир сотрудника, достучаться до его убеждений, через его убеждения дойти к его ценностям, через его ценности зайти в мысли, образ мысли, ликвидировать ограничивающие убеждения и шаблоны, тогда поведение сотрудника изменится ровно в том направлении, в котором нам необходимо для достижения целей компании. Вот так звучат эти ситуации. Итак, я бы хотел вам привести слайд номер 13. Это очень интересный слайд, который позволит вам поставить на паузу, когда вы просмотрите нашу передачу, и сделать экспресс-диагностику вашей компании. Движемся дальше. Итак, ошибка номер 2. Система управления. Что такое система управления? Это взаимосвязь всех элементов, связанных воедино. Это системы и процессы. Это структура компании. Это иерархия и матрица делегирования полномочий. Удивительная вещь. Сталкиваясь в компаниях с простыми вещами. Кто подписывает документы? Кто информирует о разных событиях? О том, как устроена подчиненность? Кто имеет право принимать решения? Базовые вещи в крупных компаниях не решены. Что говорить уже о мелких? Не джалейте время на прописание базовых структурных процессов. Один раз прописав, они у вас будут. Пусть они у вас будут не актуальными, но они у вас будут прописаны. Когда вы четко понимаете, что нужно делать в часы. Потом, безусловно, когда люди привыкнут к этому, вы можете говорить, что наша компания плоская. Наша компания ахлократическая. То есть, у нас нет руководства. Да, потому что все правильно. У вас внутри прописаны бизнес-процессы, которые четко регламентируют, что нужно делать сотруднику. Ситуация А, Б и С. Так вот, это и есть состояние системы управления. В том числе, иерархия планов. План продаж, план затрат, план инвестиций, бюджет. Живете ли вы в соответствии с бюджетом? Или зачастую вам приносят платежку на затраты, а вы думаете, ну что ж, ладно, просят они. Хорошо, давайте я подпишу. А правильная ситуация какова? Вам приносят платежку. Вам приносят визу человека, который отвечает за бюджет, который говорит, что в статье есть, использование статьи X процентов. Или, статья есть, но лимит исчерпан. И вот тогда это уже начинается система управления. Тогда эта система работает. Следующее, система управления персоналом. Мы к ней чуть-чуть пойдем подальше. Важнейшим элементом системы управления является корпоративная культура. Причем я официально вам заявляю, корпоративная культура создается и строится точно так же, как любой процесс. Это процесс управляемый с вами. И главная роль в этом, как вы думаете, кого? О, да, безусловно, вы правильно, собственник, генеральный директор, руководитель. Колоссальная роль руководителя. Первая роль руководителя, он вдохновляет людей. Вторая роль руководителя, он показывает примером. Третья, он постоянно декларирует корпоративную культуру. Итак, используя эти три момента в продвижении, в декларировании корпоративной культуры, вы сможете ее построить. Четвертое, а как у вас проходит совещание? Как вы вообще реализуете обсуждение? Я вам еще сегодня дам один простой элемент. Когда вы сегодня, завтра, послезавтра будете проводить совещание, и у вас соберутся какое-то количество руководителей, дайте им возможность разделиться по два-три человека для того, чтобы внутри этих микрогрупп обсудить задачу. Дайте им возможность каждому высказаться. Сделайте элементарную доску, возьмите флипчарт, бумажки, в конце концов, и запишите все возможные возникшие решения. Дайте им возможность обдумать свои решения и предложить решения. Пусть этих решений будет десять, вы потом коллективно выберете их. Дайте людям возможность принимать участие в создании решений. И еще. 90% компаний, по крайней мере мне так кажется, когда заканчивается совещание, руководитель не мотивирует их на работу. А вы чувствуете, что даже интонация и энергетика моя снизилась сейчас. В этот последний момент, когда люди готовы уйти из совещания, говорят, а вы знаете, вот еще у нас есть такая проблема. И человек, выходя из совещания, не чувствует подъема. Никогда. Прошу вас, не делайте такого. Вдохновите людей. Дайте им возможность похвалить их. Дайте им возможность прочувствовать. Да, в конце концов, похлопайте их по плечу. Ведь нематериальная мотивация. Это один из самых главных мотиваторов, который стоит для вас 0 рублей 0 копеек. Итак, движемся дальше. Я бы хотел вам показать слайд номер 17. Почему это так важно? Проведите микроэкспресс диагностику своей компании. Отметьте на эти пункты. Вы будете смотреть нашу передачу. Поставьте в этот момент на паузу. Посмотрите. И сделайте соответствующие выводы. Движемся дальше. Итак, третья ошибка. Это система управления по работе с персоналом. Вообще, HR. Кто такой HR? HR это вы, акционеры, главный генеральный директор. Каждый руководитель на своем компании. Каждый руководитель на своем месте. А кто же тогда HR? HR это владелец технологий. Он знает, как это сделать. Он знает, что необходимо, какие инструменты необходимо применить для того, чтобы достичь максимально эффективного решения поставленной вами задачи. Итак, планирование. Мы должны четко знать, когда и сколько нам какого персонала понадобится. В планировании входит и время, необходимое на подбор персонала. На создание вакансий, на описание вакансий. Ведь 99% компаний задают себе один простой вопрос. Мы не можем найти нужный нам соответствующий персонал. А что говорят кандидаты? Вы не поверите, каждый месяц я встречаюсь на своих открытых бесплатных мастер-классах о том, как построить свою карьеру с одним простым вопросом. Мы не можем найти работу. А иногда просто стыковка не происходит следующая. Люди не умеют рассказать о себе. У них нет персонального позиционирования. А компании не могут правильно составить описание вакансий, потому что они не понимают бизнес-процесса. Так вот мы идем в глубину. Понимание планирования персонала очень важно начать с того, чтобы разъяснить, а какие бизнес-процессы в компании происходят. Итак, источники ошибки номер 3. Отсутствие планирования персонала. Это слайд номер 21. Это привлечение. Не работает HR-бренд. Это неэффективный подбор. Это неэффективная адаптация. Отсутствие понятия организационного развития. Система мотивации, которая неэффективно работает. Система оценки развития персонала. Ну и, конечно, планирование карьеры. Давайте обсудим, а вот можете ли вы с вероятностью до года спрогнозировать карьерный цикл или life circle, жизненный цикл сотрудника вашей компании? Ведь вы все знаете, вот он приходит на подъеме, потом замирает, и вот эта точка бифуркации либо вверх, либо вниз, либо куда? У вас есть представление о том, как развиваются сотрудники вашей компании? Если спросить сотрудника, знает ли он, как будет строиться его карьера в вашей компании, в противном случае, если он не знает, если вы не можете сказать, то вы знаете, я хочу вам привести очень простой пример. Иногда в моем детстве мы запрыгивали в трамвай для того, чтобы проехать одну-две остановки бесплатно. Знаете, как зайцем. Потому что, а, ты был маленький. Второе, контролер с одного стороны трамвая, пока дойдет до другого, у тебя есть возможность выскочить. Так вот, мне бы не хотелось, чтобы работники использовали вашу компанию, как трамвай, на котором они проехали от одной остановки до другой. Будьте внимательны. Итак, движемся дальше. На слайде 22 мне бы хотелось, чтобы вы провели экспресс-диагностику своей компании относительно этой ошибки. Насколько у вас она реализована? Поставьте на паузу и попробуйте заполнить эту таблицу. Спасибо большое. И я еще вот, что хочу вам сказать. Я всегда открыт вам в социальных сетях. Это Facebook, Роман Дусенко. Это моя электронная почта, романсобакадусенко.ру. Это мой сайт, бизнес-завтрак. Все, что вы можете найти, в любой момент я всегда готов вам ответить. Ну и, конечно, пишите в нашу студию, задавайте вопросы. Нам очень приятно, ведь мы делаем это радио для вас. Это наша инициатива, это самое любимое наше дело, которым мы занимаемся. Итак, движемся дальше. Четвертая ошибка. Формализация бизнес-процессов. Именно о том, о чем я говорил вам. Слайд номер 25. Когда мы говорим о том, что в чем причины, в операциях, в функциях, в самых бизнес-процессах, в понимании о том, какой бизнес-процесс главный, какой вспомогательный, ну и, конечно, в показателях бизнес-процесса. На слайде 26 мне бы хотели, чтобы вы сделали тоже маленькую экспресс-диагностику своей компании. Сегодня утро подарков. Это консалтинговые техники. Если вы наймете какую-нибудь консалтинговую компанию, вам придется заплатить достаточно много денег. Мне с огромным удовольствием дарю вам эти инструменты, потому что каждый генеральный, каждый собственник должен уметь это делать. И движемся дальше. Итак, пятая ошибка. Пятая ошибка, которая приводит к глобальным двум проблемам, напомню. Это неэффективный менеджмент и неэффективное управление с точки зрения исполнения, с точки зрения сотрудников. Так вот, ошибка номер пять – это личная эффективность. Как бы ни была заезжена тема личной эффективности, как бы ни была заезжена тема персонального успеха, я вам одно могу сказать, что если люди заинтересованы в своем развитии, компания будет развиваться. В данный момент я веду проект о развитии системы управления основанной ценностью в одном крупнейшем российском банке. Мало того, это не просто проект, в котором мы внедряем систему ценности, и это вообще будет невероятно интересно, я вам расскажу. Мы дали возможность каждому человеку создать свой личный проект. Мы интегрировали проектные команды, мини-проектные команды, мини-мини-команды, которые называются пары. Два человека каждое утро встречаются на 10-15 минут друг с другом. И что они делают? Как вы думаете? Они обсуждают, как они реализуют свой личный проект. Они рассказывают друг другу за чашкой кофе. Во-первых, это люди из разных департаментов. Это люди из разных подразделений, которые раньше никогда не встретились. Один раз в неделю они встречаются со своей мини-командой для того, чтобы всем рассказать о своем проекте. Понятие вакуума в коммуникации исчезло. Первое, что мы смогли добиться, повышение колоссального количества уровня коммуникации. Понимаете? Уровень коммуникации колоссальный. Он возрос. Эффективность коммуникации возросла кратно. Что это? О чем это говорит? Это говорит о том, что сотрудники делятся информацией внутри подразделений. Это говорит о том, что информация проходит свободно. Это значит, что люди открыты и готовы помогать друг другу. А именно этого добивается любое построение корпоративной культуры. Итак, мы с вами рассмотрели пять ошибок управления. Вот, кстати, еще хотел бы вам показать 30-й слайд, где бы вы могли провести тоже экспресс-диагностику, чтобы мы окончательно получили все инструменты, которые у нас есть. Движемся дальше. Как исправить ошибки, и чтобы компания вновь стала прибыльной? Это самый главный вопрос, который нас всех беспокоит. Итак, первое, что необходимо делать. Собственник, генеральный директор, руководитель компании, руководитель подразделения должен осознать, что настала пора изменений. Я специально сделал здесь паузу. Почему? Потому что, если без этого осознания нет и его не пришло, что бы ни делали ваши руководители, если вы собственник или генеральный? Что бы ни делал ваш генеральный, если вы акционер? Если вы сами, вы, как лидер, первое лицо, не поддерживаете и не вкладываете себя в процесс преобразования, в процесс трансформации своей компании, никакие изменения не пройдут. Знаете, в одной из бизнес-книг написан очень хороший прием, вернее, очень хороший кейс. Один руководитель, который увлекался хоккеем или боксом, я уже не помню, говорил, да я слышать не хочу, что там за проблемы у вас происходят, разбейте их о бортик, да, это хоккей. Так вот, конечно, как вы думаете, услышал ли он о каких-то проблемах в будущем? Нет, не услышал, потому что его это не волновало. Компании, которые уделяют время своим преобразованиям, когда первое лицо, генеральный директор осознает и уделяет время личное для трансформации на 50% успешнее в реализации поставленных задач, чем компании этого не делающие. Итак, мы подошли к самому главному вопросу, а как же исправить этот ситуацию, как исправить эти ошибки, которые в результате приведут нас к исправлению двух глобальных проблем. Система управления и эффективности работника. Это система управления, основанная на ценностях. Слайд номер 35. Первое. Система управления, основанная на ценностях, позволит вам решить две основные проблемы. Слайд номер 36. Оно поможет вам управлять моделями поведения сотрудников и изменение их образа мышления, что невероятно важно. Слайд номер 37. Каждому из нас, вы не поверите, когда вы будете общаться с своими сотрудниками, вылезут столько ограничивающих убеждений, а система управления вскрывает их. Устранение ограничивающих убеждений штампов. И последний слайд, который мне хотелось вам показать, это слайд номер 38. Система управления, основанная на ценностях, это инструмент повышения рентабельности капитала. Ведь на самом деле, что бы мы ни говорили, ни отчет о прибылях и убытках, ни кэшфлоу, ни о какой-либо документ, ни прибыль сама по себе, не показывает эффективность работы компании. Эффективность работы компании показывает рентабельность вашего капитала. Задайте себе вопрос. Если не себе, то задайте финансовому директору, задайте главному бухгалтеру. А как сегодня действует, как сегодня существует, насколько мой коэффициент рентабельности капитала сегодня, какой он был в начале, какой я планирую себе его завтра. Это будет важно. Итак, мы говорим о ценностях. Так что же такое ценности? Почему я все время сегодня об этом говорю? Почему все наши спикеры, которые в течение этого полугода приходили к нам в студию и говорили, что ценности это основа системы управления. Так вот, ценности это отражение удовлетворенности состояния человека. Это мотивация для человека. Или наоборот, это препятствие для достижения результата. Как я уже говорил, мы либо достигаем цели, ценности, которые нас больше всего хотим, либо избегаем тех ценностей, которых мы больше всего боимся. Так вот, управление по ценностям это основа, созданная на том, что для человека важнее всего. Ведь для человека важнее всего его собственные внутренние убеждения. Это основа самомотивации. Ценности, по большому счету, без какого-либо разговора заставляют нас побежать и спасти человека. Не знаю, там, спасти котенка. Сделать какое-то доброе дело. Помочь человеку нуждающим. Это наше внутреннее состояние. Любовь, семья, свобода, доброта, доверие, радость. Это все примеры наших общечеловеческих ценностей. Так вот, управление на ценностях – это процесс принятия простых и сложных решений на совокупном фундаменте выбранных ценностей. Что такое выбранных ценностей? Мне бы хотелось здесь остановиться чуть подробнее. Как можно в компании, в которой сотни, две сотни, тысячи человек, создать систему управления основанной на ценности? На самом деле это все реально и все это возможно. Все начинается с каскадируемой системы управления, как я уже вам говорил. В первую очередь, собственник или акционер компании. Мы выбираем вместе с ними в процессе стратегической сессии эти ценности. Мы обсуждаем эти ценности с топ-менеджером и добавляем какие-то из них. Топ-менеджеры в каждом своем подразделении проводят подобную работу с фасилитатором, с тем человеком, который понимает, как это делать. В результате мы получаем список, такое облако ценностей. Когда каждому сотруднику приходит электронная анкета, в которой он говорит, ему спрашивают, а что для тебя является важным? Лично для него, вот каждого сидящего сотрудника. И он отмечает и пишет, какие слова у него ассоциируются с этим, какие техники он применяет, что он думает, когда читает эти слова. И он голосует. В результате внутри компании происходит консолидация мнения относительно того, какие ценности важны. И не просто важны, а в какой иерархии, в какой последовательности. Например, в компании, которой мы сегодня проводим несколько пилотных проектов по внедрению в систему управления на ценности, ценности января была самореализация. Великолепная ценность. Ценностью следующего месяца будет ответственность. Вот задумайтесь о том, если вы каждый день человеку будете говорить об ответственности. Да, казалось бы, что это значит? Но каждый день мы клеим на стены, мы делаем плакаты, мы снимаем интервью руководителей, мы рассказываем о том, что каждый руководитель воспринимает для себя, что такое для него самореализация, что такое для него ответственность. Мы делаем сценки, мы работаем вместе. Тогда для человека становится понятным, что это важно. Ценности и убеждения находятся очень глубоко внутри человека. Это, если мы представим человека в виде айсберга, то это подводная часть. Надводная часть – его поведение. На поведение влиять невозможно. Для того, чтобы изменить модель поведения сотрудника, нужную нам. Ведь, собственно говоря, зачем нам люди? Люди в компаниях нам нужны для того, чтобы они выполняли поставленные нами задачи и добивались поставленных результатов. Принесили прибыль компании. Как нам сделать так, чтобы модель поведения сотрудника соответствовала тому, чтобы она максимально была направлена на получение прибыли? Только через формирование правильных моделей убеждений. Через отсутствие, отсекание ограничивающих штампов и убеждений. Невероятный пример вам расскажу. Возможно, вы его где-то слышали. Но если вы представите клетку с обезьянами, которые подвесили банан. И одна из обезьян захотела взять этот банан. Ее окатили шлангом холодной водой. А на второй раз пошла туда. Ее снова окатили шлангом холодной водой. Третий, четвертый, пятый. В результате у нее пропало желание это делать. Убрали одну обезьяну, посадили другую. Как вы думаете, пойдет она? Нет. Почему? Каким-то образом, невероятным волшебным образом, ей сообщили о том, что произойдет. Даже когда уберут всех обезьян, которые раньше видели о том, что это происходило, бананы останутся висеть. А что вашей компании мешает двигаться вперед? Какие ограничивающие штампы и убеждения? Я вам приведу пример. А меня же за это не уволят. Почему я должен это делать? Если вдруг я предложу что-то делать, так мне скажут, ты делай. Вообще у нас инициатива наказуема. Ну, собственно говоря, можно делать, а можно не делать. Ну, пока директор не сказал, ведь можно же не делать. Послушайте, внимательно прислушайтесь. А когда мы проводим стратегические сессии, мы не просто слушаем, мы вытаскиваем из людей эти ограниченные ценности. Они, смеясь, нам об этом рассказывают. А потом мы начинаем говорить о том, что мы в этом месяце искореняем ценность такую. Вернее, в этом месяце мы внедряем ценность такую и искореняем следующие ограничивающие убеждения. Так вот, движемся дальше. Управление, основанное на ценностях, это мощнейший инструмент управления людьми и влияние на их ценности путем формирования желательного образа мышления и модели его поведения. Мне бы хотелось вам представить очень интересную картинку. Это слайд номер 47. Вот мы в своем возрасте, когда ходили на труды, у нас были, знаете, такие труды слесарные, где мы брали напильник и обтачивали железную заготовку, и мы получали стружки. Так вот, представьте, что такое стружки, или давайте, пусть это женщины, если им трудно представить, представьте мелкие металлические детали. Спасибо. Попытайтесь вот на листе высыпать мелкие металлические детали и сложить их очень тонкими, ровными полосками. Возьмите пинцет, лупу. У вас уйдет на это час-два. Случайно кто-то, проходя мимо, заденет стол, на котором вы сидите. И это стружки, и они вновь разберутся по листу. Это значит, система не динамичная. Она не восприимчива к изменениям. Это значит, что ситуация похожа на большинство проблем, существующих в нашей компании, когда все в разнобой. Но если мы в центр этого листа поставим магнит, стружки мгновенно выстроятся сами собой. Так и ценности действуют на людей. Они первое. Именно ценности упорядочивают людей. Именно ценности, управление основанное на ценностях, действует подобно магниту, притягивая людей друг к другу. Но и самое главное, общие ценности объединяют людей. Вот это, на мой взгляд, если даже задуматься, это три самых главных задачи, которые ставит перед собой любой HR, в любой компании, любой директор, в любой компании, которая хочет, чтобы его персонал был эффективен. Ведь на самом деле мы последнее время, вернее, да не последнее время, весь этот год, практически год, мы говорим о том, как эффективно управлять людьми. И впереди нас ждут новые встречи с нашими спикерами, которые мы будем продолжать исследовать эту тему. В IT-компаниях, в девелопменте, в муниципальных, в государственных компаниях. Мы везде будем говорить о том, как управлять людьми эффективно. Ведь задача наша следующая, что если мы смогли бы с помощью ценностей, а мы именно это делаем для того, чтобы прийти туда, чтобы сотрудник мог мыслить, чувствовать и действовать как руководитель, как со-руководитель. Знаете, очень важный такой момент, что есть понятие предпринимательское мышление. Раньше это был прямо тренд. Во многих вакансиях писали, нам нужен человек с предпринимательским мышлением. Что это значит? Я спрашивал у чаров. Они мне говорят, ну это примерно вот очень простое, показательное, как это делать. Что это значит? Это, например, человек идет, он видит какой-то непорядок, в виде бумажки скомканной, лежащей на полу, он наклоняется, собирает ее, забирает и получается. В результате мы хотим получить людей, которые через свою ответственность сделают компанию лучше. Именно этому служит система управления, основанная на ценностях. Ведь если вы приняли решение осознанно сделать свою компанию эффективной, вернуть компании прибыльность, то у вас есть только одно мерило всех поступков. Это ваши общие ценности. На мой взгляд, когда мы говорим о том, что компания становится эффективной, то успех зависит от ежедневного, понимаете, ежедневного идентификации и использования ценностей в процессе принятия решений. Вы мне зададите вопрос, да, все это прекрасно, очень хорошо звучит, но как это сделать? А когда это необходимо делать? Да прямо сейчас, понимаете? Ведь на самом деле нам все говорят, что ситуация тяжелая, хотя мы видим тренды, хотя люди говорят о том, что у них появилась мотивация идти вперед. Задача следующая, что в сегодня ситуации, пусть она посткризисная, как вчера, знаете, я как открываю там какую-то новостную ленту или что-то еще, мне постоянно попадается какой-то трэш. Вот, например, я вчера видел очередное заявление, что россиянам придется смириться с тем, что санкции будут еще долго. Да мы давно уже смирились, мы давно работаем в этой парадигме, мы давно стараемся найти в себе основы успехов, внутри себя. Каждую передачу я говорю о том, что российский менеджмент это проявление каждого руководителя на своем месте. Знаете, еще один момент очень интересный. Мы часто говорим о предназначении, мы часто говорим о том, что нам нужно найти работу своей мечты. Каждый руководитель говорит, вот эта работа мне не очень нравится, мне кажется, мне надо делать там еще что-то. Я говорю следующее, эффективность работы и пульсовое предназначение возможились только тогда, когда ты на своем месте на 100% эффективен. 100% эффективность на своем рабочем месте это и есть основа заложенного успеха как твоего лично, как и компании, так и в целом нашей страны. Так вот, двигаясь дальше, когда мы говорим о том, что кризис не работает, эта ситуация, я наоборот могу сказать, что сейчас, когда кризис, именно система, основанная на ценностях, она работает. А почему? Да по одной простой причине. Если мы сможем увидеть слайд 69, то он покажет вам, что система, основанная на ценностях, когда в центре стоит сотрудник, он взаимодействует с основными пятью категориями. Ведь на самом деле мы... Так, 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 так... 59. Да, прошу прощения. Это очень важный слайд, мы его потом посмотрим. Если мы говорим о том, что сотрудник, который становится в центре самого главного взаимодействия с коллегами, со своими клиентами, с акционерами и со всеми другими заинтересованными лицами, именно фундаментом этого отношения, спасибо большое, будет и являться система управления на ценностях. Именно она позволит каждому сотруднику, заглядывая внутрь себя, построить такие системы отношений внутри всех этих подразделений, связанные с тем, чтобы эффективность была больше всего. Что бы мне хотелось сказать в завершении нашего короткого эфира, когда, мне кажется, всегда этот эфир длинный, но вот он всегда быстро очень коротко заканчивается. Система, основанная на ценностях, это не краткосрочная программа. Минимальная программа примерно один год. Почему это так важно? Краткосрочные программы не работают. Если вы хотите добиться устойчивого развития в своей компании, нужно, чтобы человек прошел вот это понимание системы обучения, когда из бессознательного незнания оно получилось в бессознательное знание. Цикл обучения. Посмотрите в интернете, поищите информацию об этом. Как примерно происходит система внедрения? Первый, третий месяц – это выработка ценностей. Четвертый, шестой месяц – это интеграция ценностей в жизнь. Седьмой, девятый месяц – это отождествление работы с этими ценностями. И десятый, двенадцатый – закрепление. В течение всего этого времени проходят разные интересные мероприятия, работы внутри команды, внутри пары, ежемесячные мероприятия, ежеквартальные мероприятия. Все это позволяет вам прочувствовать каждого сотрудника в отдельности. Так что же принесет нам система управления, основанная на ценностях? С квинтэссенцией всех выступлений предыдущих спикеров, которые были с нами здесь. Это снижение расходов и издержек, оптимизация процессов, эффективность, адекватность планирования, а в результате – прибыльность. На уровне менеджмента – формирование модели компетенции сотрудников. На уровне команды – поддержание динамики групповой работы. На уровне сотрудников – личностный рост, самая эффективность и внутреннее лидерство. Как вы помните, мы начали программу с того, что существуют две глобальные проблемы в системе управления любой российской компании. Практически любой российской компании. Это неэффективная система управления или неэффективный менеджмент, или управление руководителями. И неэффективная работа сотрудников – нежелание сотрудников брать ответственность на себя. В результате внедрения системы управления, основанной на ценностях, которая поможет исправить причины этих двух проблем, а решение пяти самых главных ошибок в системе управления – стратегическое, системную, систему управления персоналом, процессную и личной эффективности – мы получим с вами те результаты, о которых мы говорили в самом начале. А результат наш самый главный, ради чего и, собственно говоря, создавалась компания – вернуть компании прибыльность. Я желаю вам всем, уважаемые радиослушатели, чтобы ваши компании были прибыльные. Ведь если компания прибыльная, это значит, у нее есть горизонт и смотреть вперед. В ваших силах, в ваших ресурсах, в ваших головах, уважаемые акционеры, кроется самый главный ресурс – осознание этого ситуации и принятие решений для того, чтобы компания ваша стала лучше. Через создание эко-среды, в которой вашим людям становится работать интереснее, когда они чувствуют себя частицей целого, когда их лояльность колоссальна, когда их коммуникация на высочайшем уровне, когда их восприятие общих ценностей становится главным мерилом успеха. С вами был Роман Дусенко и это был «Бизнес-завтрак» на Радио Медиаметрикс. До встречи каждую среду для того, чтобы исследовать еще глубже процесс эффективного управления людьми. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова